Добрый день, любители аниме и кожи! Сегодня у меня будет ролик-обзор на мою новую зимнюю куртку-парку от американского бренда Spiders, с которым я уже вас знакомил, еще на старом канале. У меня предыдущая моя куртка повседневная, пуховик, была от этого бренда. Также вам ставлю скриншот на тот ролик. Кто может быть помнит, эту куртку я вносил на повседнев, постоянно, и она уже достаточно сильно поизносилась. И она была достаточно легкая. Куртку даже приходилось уже раз отдавать на ремонт, потому что протерлась ткань внизу, где у нас находится резинка, утяжки. И в итоге ткань там пришлось заменить, и вот в итоге пришлось искать что-то на смену. Как вы знаете, сейчас цены очень сильно высокие. Изначально я вообще рассматривал куртку Solomon, там порядка 14-15 тысяч, самая дешевая была. Вставлю вам скриншоты этой куртки, которую я хотел купить. Звучит музыка Потом рассматривал другие куртки, также от бренда Solomon, там совсем дорого. Еще другие Solomon, еще дороже. Но также я рассматривал куртку Anto от китайского бренда. Там тоже не дешево, но мне что-то не понравилось вообще. И в итоге летом мне попалась на глаза вот такая курточка от бренда Spider, с которым в итоге я знаком. И мне очень нравится этот бренд. Эта куртка называется Spider Transit Gore-Tex Infinium Down. Модель это разработки 2019 года. Сейчас она уже практически распродана. На официальном сайте она стоила порядка 500 долларов. Выпускалась всего в двух цветах. Вот этот цвет, который называется Sarge или Serge. Больше он грязно-горчичный такой, со вставками в районе карманов нижних. И на плечах и капюшон такого цвета шамбре. И также был еще цвет черный. Черный мне не понравился, вот понравился вот этот цвет. Цвет очень такой интересный, на мой взгляд. Очень прикольный. Данная куртка отшита во Вьетнаме. Качество исполнения просто шикарнейшее. Здесь у нас есть и материал верха Gore-Tex Infinium. Одна из последних разработок. Потом также присутствует самый лучший, на мой взгляд, утеплитель Прималов. Это смесь утиного пуха совместно с искусственными волокнами, которые очень хорошо работают. Но об этом с вами позднее поговорим. И все вам расскажу и покажу. Это куртка Парко удлиненная, размер по фигуре регуляр, фит. То есть она сидит свободно. И это размер L, то есть 52. У меня до этого была куртка XL 54. Но эта куртка ввезет до того, что у нее свободная посадка по фигуре. И нет различных утяжек внутри для регулировки размера посадки по фигуре. То она сидит свободно. И мне она очень хорошо зашла. И хорошо села по фигуре. То есть длина рукавов, в плечах, в поясе. Все как надо. Просто идеальная сила. Я думаю, что если бы взял на размер больше XL, то она бы на мне просто болталась. И эта куртка одевается свободно. И позволяет под низ для утепления что-то либо одеть. В итоге в этих морозах, которые сейчас у нас неделю стояли, морозы были от минус 30 днем, там 30-33, до морозов ночью до минус 42. Представляете? А у нас мороз еще влажная. Влажность большая, повышенная. То ощущалось до как будто от минус 38. И об этом даже сообщалось. Все бы говорили, что минус 30 так не ощущается. Намного холоднее чувствуется. И эта куртка себя очень хорошо показала в эти морозы. Под низ, под эту куртку, я одевал только флисовую кофту от Соломона. Про которую у меня тоже был обзор на старом сайте. Но сейчас я вам ее покажу. Вот эта флисовая кофточка от Соломона, которую я одевал. Видите, под мышками есть такие вставки для того, чтобы дышала эта влага. Вот и влагу отводила. И быстро сохла. Вот эту одевал я кофту, под эту курточку. А под кофту одевал просто футболку с длинным рукавом. Курточка достаточно легкая и в то же время теплая. Хорошо сидит по фигуре, не стесняет движений. И в то же время она не дает задувать холоду, там ветру под нее. Это тоже большой плюс. Также вставлю вам фотографии, как эта курточка выглядит на разных людях. Чтобы вы могли сравнить и понять, как она будет выглядеть на человеке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... На официальном сайте эта куртка стоила порядка 500 долларов. В США данную курточку можно еще купить в некоторых магазинах. Там стоит она более 500 долларов. Но на том же Амазоне она стоила порядка 400 долларов. 400 с копейками на том же Амазоне в Европе. Эта куртка стоила уже более 800 евро. В принципе, бренд Spider он не дешевый. Но очень себя хорошо зарекомендовал. Кто не знает, Брейд Spider был создан в 1978 году в городе Болдер, штат Колорадо, США. И этот бренд в основном отшивает одежду в таком спортивном стиле. Начинал он как раз с производства одежды для горнолыжников, для лыжников, кто занимается как раз зимними видами спорта. Сейчас же они производят различную одежду для разных видов спорта и для повседневной жизни. И хорошо известны как в США, так и в Европе. Сейчас они свою продукцию отшивают в странах Юго-Восточной Азии, но с большим контролем. И качество у них всегда на очень высоком уровне. И в своих изделиях они используют различные новые технологии и премиальные материалы. Вот что самое интересное. Я считаю, что бренд Spider достаточно хорош и хорошо зайдет тем, кто хочет, например, сменить тот же бренд Salomon и ему подобное на что-то тоже интересное, но в то же время качественное. Советую к рассмотрению. А сейчас с вами мы рассмотрим все в деталях. Эта куртка интересна тем, что у нее 7 карманов, 6 карманов снаружи и 1 карман внутри. И давайте сейчас все хорошенечко рассмотрим. Так, что с вами здесь видим. Вот у нас перед курткой, конечно же, капюшон, вы видите, с плечами и с воротником, выполнен из другого материала, не как основная ткань. Основная ткань это у нас материал Gore-Tex Infinium, цвет Sarge. Вот накладки на плечах, капюшон и воротник, и также вот эти клапана у карманов, они выполнены из такого тканного материала, по цвету напоминает как шамбре. Ну, ткань очень плотная. И она также имеет пропитку DWR, то есть эта пропитка помогает, чтобы ткань не промокала, не продувалась, но в то же время дышала. И основная ткань Gore-Tex Infinium, она достаточно интересная, она такая, знаете, ворсистая и в то же время и гладкая. Но не совсем гладкая, как обычный нейлон, она очень мягкая и даже на официальном сайте указано, что она такая шелковистая, можно сказать, бархатная. И имеет эту пропитку DWR. Но что самое интересное, эта пропитка не содержит никаких вредных веществ и вообще вся ткань, все материалы, которые использованы в этой куртке, они не содержат вредных веществ. То есть, PFC-free. И то есть, все материалы в этой куртке экологически чистые. И это сейчас очень многими востребовано и там зелеными очень поощряется. И в принципе, многие люди сейчас у нас за этим смотрят, чтобы не было там каких-то вредных веществ. Тем более, как говорят многие материалы, которые там различные вредные вещества содержат, они неплохо влияют также и на людей. Про это я ничего сказать не могу. Возможно, так и есть. Вот здесь этот материал, Gore-Tex-Infinium. Что интересно, вот если полить воду, просто капли стекают по этой ткани и это, в принципе, прикольно. Очень хорошо. Но пока еще под ледяной дождь я в этой куртке не попадал. Под снегом уже был и как бы, в принципе, нормально, не промокает ничего, все, все отлично. В морозы походил, тоже все просто шикарно. Кстати, то, что здесь материал Gore-Tex-Infinium Free, об этом сообщает как раз вот эта вот надпись на курточке на рукаве на левом с логотипом Gore-Tex-Infinium. Торговая марка. Как вы видите, у нас вот эти клапана карманов. Я сначала думал просто для красоты, нет. Оказалось, что реально здесь присутствуют карманы, когда клапана отстегиваешь. Здесь также у нас, как вы видите, присутствуют пуговицы-кнопки. Одна вот открытая, ее видно, а вторая скрытая. Присутствует как раз логотип Spider. И кармашек. Кармашек у нас имеет подкладку из нейлона, как и внутри самой куртки. Он достаточно глубокий. Я сюда вот обычно ложу свой телефон. Тоже очень прикольно. Также присутствуют карманы для рук на замках, молниях. И в карманах уже в этих у нас присутствует утеплитель. Вот такая вставка из микрофлиса. Это, как указано даже на официальном сайте, то, что это как раз карманы для того, чтобы согреть руки. И карманы очень глубокие, большие, вместительные. Туда очень много можно чего положить. Я обычно туда складываю свои перчатки Механикс или шапку. Очень хорошо. В местах напряжения присутствуют также заклепки с логотипом компании Spider. Паук, видите, сделан. И это на обоих сторонах присутствует. Снизу с вами видим также вот кнопку Spider с логотипом. Которая у нас присутствует на ветрозащитной планке, которая идет полностью на всю длину куртки. А остальные пуговицы, кнопки, да, они у нас все скрытные сделаны. Их не видно снаружи. Они присутствуют. Если я открыть эту ветрозащитную планку, она как бы защищает и от ветра, и от воды. И видите, у нас молния. Молния отличного качества. Бренды в Айки-Кей. Также присутствует логотип на язычке замка. Паук сделан. Язычок замка у нас металлический. Под молнией, видите, сделана вставка такая вот. Найлоновая лента, как, в принципе, на всех куртках бренд Spider делает. Это для того, чтобы она не истерлась. Вот эта ткань, чтобы не повредилась. В принципе, я считаю это большим плюсом. На старой куртке то же самое было. Единственное, только внутри жалко не было этой защиты. Также, как вы видите, присутствуют вот такие карманы. Нагрудные тоже на молнии. И, кстати, они тоже очень вместительные, большие. Я сюда обычно ложу документы. Очень удобно. Или там вот-ка. Кардхолдер положить, чтобы, когда в транспорт ездишь, достал, там оплатил, чтобы далеко не лазить. И также сверху вот тут присутствуют у нас заклепки с логотипом компании Spider. Это тоже большой плюс. В местах напряжения они стоят заклепки, чтобы не повреждалось. Материал вот этот достаточно плотный, хороший. Капюшон здесь у нас несъемный. Это тоже хорошо. Потому что считают, когда съемный, частенько бывает, вот им замок или что-то ломается. Многие об этом рассказывали. В самом-то тоже какая-то проблема была. Но он также имеет утеплитель внутри. И у него, видите, подклад из нейлона. И что интересно, он также утягивается. Ну, я вот ни разу в этих морозах стоял на основке. Или когда ходил, я просто капюшон накидывал, не утягивал. Мне было, в принципе, нормально в шапке. Мне понравился вот здесь воротник, стоечка. Он достаточно высокий и хорошо облегает шею. Поэтому она не задувает. И можно не одевать никакого шарфа или что-то подобное. И, как вы видите, изнутри присутствует микрофлиз. Он в то же время и сохраняет тепло. Вам тепло, комфортно. И в то же время, если вы там вспотели, он хорошо отводит влагу. Вы останетесь там сухой и вам не холодно. Очень хорошо все сделано. Отличные материалы. Просто отличная курточка. Мне очень понравилось. Как видите, здесь присутствует также у нас петелька с логотипом Spider. Это у нас петля для того, чтобы вешать куртку. Нашивка. Таб с надписью, сделанного в Вьетнаме. Таб с указанием размера. Large. И Таб с логотипом компании Spider. Spider. Начало работы 1978 год. Город Болдер. Колорадо. США. Внутренняя подкладка, как вы видите, у нас выполнена из такого гладкого материала нейлона. Но он здесь нейлон очень плотный. Это очень хорошо. Даже сейчас вот куртку трогаешь. Она такая теплая, мягкая. Ну, прикольно. И присутствует у нас один внутренний карман для документов. Тоже достаточно глубокий. Вот что мне в этой курточке очень понравилось. Что семь карманов. Шесть снаружи. Очень удобно. На старой куртке всего было три кармана. Это я бы считал большим минусом. Есть и внутренний карман. Один. Тоже, в принципе, неплохо. Так, давайте курточку сейчас перевернем. Что еще у нас можно видеть? На левом рукаве, кроме надписи внизу, также еще присутствует нашивка с логотипом бренда Spider. Сейчас они на многие изделия свои вот такие мини-патчи пришивают. Вот на старой куртке у меня еще этого не было. Была просто надпись. И также еще сзади можете вот увидеть на спине присутствует надпись Spider, логотип компании, бренда. И также присутствует еще утяжечка вот здесь на капюшоне. Тоже вот прикольно. Можно вот тени утягивать, но утянуть, например, здесь, сзади. И он тоже закрыт. Защита там от воды, от той же, от снега. Ну, очень прикольно сделаю. Куртка классная. По фигуре садится просто шикарно. Я считаю, что вот я не зря взял на размер меньше. Не 54, а 52. Потому что, если бы был бы 54, она бы на мне болталась. И вот как раз плавно переходим к минусу, который я считаю, что у этой куртки есть. А минус это в том, что, как вы видите, раз она у нас парка, то никаких утяжек здесь нет. Ни внизу. Никакой резинки, ни на поясе. Вот это я считаю минусом. То, что никакой утяжки нет. Считаю, что утяжка должна быть по-любому. Все-таки, ну, конечно, немногие это любят. Но мне вот нравится, когда есть утяжка, мне более комфортно. Чтоб можно было там немножко подтянуть куртку, чтобы она села, чтобы было комфортно. Когда ты ее просто носишь, да, вот без ничего. Ты одел там поверх футболки или рубашки, как я тогда одевал. Ну, как-то, знаете, больно свободно получается. Но когда одеваешь с той же флисовой кофтой или с кемью-свитером, она садится просто как бы хорошо, не болтается. Ну, вообще просто шикарнейшая сидит по фигуре. И поэтому не задувая там ничего, все просто класс. А вот с рубашкой как-то, ну, свободненько слишком ощущается. Ну, я, скорее всего, наверное, потому что привык к таким более облегающим курткам, скорее всего. Ну, а так, в принципе, мне очень нравится. И как все знакомые у меня видели эту курточку, многим нравится. Просто, говорит, шикарно выглядит, отличный цвет и хорошо сидит по фигуре. Вот такая курточка от американского бренда Spider. Капюшон большой, удобный. Ну, я не люблю, в основном, капюшон наносить. Одеваю только, когда холодно. Или, например, когда идет снег, чтобы глаза там не попадало. Чтобы было удобно идти. Ну, в принципе, достаточно удобная куртка. Мне очень нравится. Также вот в рукавах присутствуют вот такие у нас манжеты из тканого материала. Они двусторонние, вернее, двуслойные. Очень мягкие. И в то же время материал очень плотный, толстый. Они достаточно длинные. Очень комфортный. Вот тоже вот этот большой плюс. То, что не задувается. То, что присутствуют вот такие манжеты. И опять же, кому-то нравится, кому-то нет. Просто вот некоторые вот там рассказывают, что вот, было бы лучше там, что как на старой куртке. А мне вот на старой куртке, наоборот, не нравилось. Мне нравятся, когда вот такие подобные манжеты. Более плотно они сидят по руке. Более, ну, тепло я себе в них ощущаю. В них удобно. Очень хорошо. Ну, опять же, на вкус и цвет у всех все по-разному. Кому-то понравится, кому-то нет. Но я считаю, что это очень хорошая покупка. На момент продажи. На момент покупки. И правильно сделала. Тем более, то, что как в воду глядел, что у нас будут морозы. И она себя очень хорошо эта курточка показала. Вот такой обзор на интересную куртку. От американского бренда Spider. Не забывайте, что сейчас, в преддверии праздников, вы можете заказать для себя подарки. Или для своих близких и знакомых. Кожаный ремень из премиальной кожи. Отличного качества. Который вы сможете заказать только у меня. И больше нигде по такой интересной доступной цене. Я использую в своих работах кожи английского, американского, итальянского производства. Классную, отличного качества фурнитуру. И все ремни делаю по вашим размерам. Заказывайте, торопитесь, пока еще есть в наличии кожи. Ну, на этом свой ролик я буду заканчивать. Все, кому понравилось видео, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Ну все, всем пока, счастливо.